Мы рады вас приветствовать на телеканале «Импакт». Мы говорим о творчестве, о жизни в эфире программы «Влияние». Я рад представить гостя нашего эфира. Это Евгений Гудухин. Приветствую тебя! И найдите такие добрые утра, доброе утро, наши дорогие слушатели. Друзья, краткая визитка. Евгений Гудухин – музыкант и евангелист, автор и исполнитель, и композитор более 20 музыкальных альбомов. 10 лет был пастором мессианской общины в городе Киеве. Семью эмигрировал в США в 2022 году. Проживает в городе Токомо, штат Вашингтон. Женя, как же приятно, что мы сегодня с тобой пообщаемся о твоей жизни, о твоем творчестве и о том чуде, которое Господь сделал исповедь бывшего кабацкого музыканта и сделал евангелистом, служителем Божьим. Если можно, я хочу, чтобы это началось с хорошей, знакомой нам песней из твоего репертуара. Окей, ну что-нибудь такое старенькое, ну любименькое. Да, пожалуйста. Если спросят у меня, что хотел бы я вернуть, я отвечу, не тая, возвращать ничто не надо. Как хотел бы жизнь начать, я отвечу вам, друзья. Я хотел бы жизнь начать, зная Господа Христа. Я хотел бы жизнь начать, зная Господа Христа. Аллилуйя, аллилуйя, все во мне поет ликуя. Аллилуйя, аллилуйя, все ликуя и ты поет. Аллилуйя, аллилуйя, лишь тебе Иисус живуя. Лишь тебе нашел я радость, лишь тебе нашел любовь. Лишь тебе нашел я радость, лишь тебе нашел любовь. Если спросят у меня, что хотел бы пожелать, я отвечу, не тая. Дорогой, любимый друг, я хочу, чтоб ты и я мы были братьям на века. Я хочу, чтоб ты познал веру в Господа Христа. Я хочу, чтоб ты познал веру в Господа Христа. Аллилуйя, аллилуйя, все во мне поет ликуя. Аллилуйя, аллилуйя, все ликует и поет. Аллилуйя, Аллилуйя, лишь тебе, Иисус, живуя, лишь тебе нашел я радость, лишь тебе нашел любовь. И можно теперь все вместе. Аллилуйя, Аллилуйя, все во мне поет ликуя, Аллилуйя, Аллилуйя, все ликует и поет, Аллилуйя, Аллилуйя, лишь тебе Иисус живуя, Лишь в тебе нашел я радость, лишь в тебе нашел любовь, лишь в тебе нашел я радость, лишь в тебе нашел любовь. Слава Господу! На Вике слава! Дорогие друзья, для вас вживую сегодня Евгений Гудухин. Жень, как же приятно, что много поколений, уже не знаю, три поколения выросло на твоем творчестве, за что мы тебе искренне благодарны. А мы хотим, чтобы ты рассказал то, что ты еще не успел рассказать. Расскажи, пожалуйста, в какой семье ты родился? Мои родители очень творческие люди, просто невероятно творческие люди. Мой папа был мультимузыкант, да будет о них светлая память, и о маме, и о папе, они уже с Господом. И мама была очень шикарная вокалистка. Маму брали в музыкальное училище в Гнесинку по классу вокала, сразу на третий курс. Кстати, я потом повторил это. Уже когда пришел к Богу, я поступил в музыкальное училище сразу же на третий курс по классу вокала. И нужно было видеть такой бородатый дядя сидеть с девочками после восьмого класса. Но мои родители почему-то считали, что музыка – это несерьезно. На ней зарабатывать невозможно? Не очень. Нет, тогда никто не размышлял, возможно, на этом зарабатывать или нет. То есть мой папа закончил с отличием технику мясо-молочной промышленности, и в 19 лет уже был главным механиком масло-сыр завода. И мама тоже, то есть одна четверка там была в дипломе. И они всю жизнь, вот как бы они на заводе, и они хотели, чтобы я тоже был такой заводчанин. И они очень сильно поддержали мое желание однажды водить поезда. Это мечта детства? Ну, это появилось в детстве в определенный момент, хотя с детства я играл в ансамбле больше. То есть у меня такая борьба была. То есть я пел, сколько помню себя. Потому что я жил среди музыки. У нас была очень музыкальная семья, то есть папа играл на гитаре или на баяне, на балалайке. А впервые, когда ты заиграл, запел, сколько тебе было лет? Я вот сколько помню себя, я всегда играл и играл. То есть с самого детства? С самого детства, да. То есть я же говорю, я играл, то есть тот играл в машинке, а я играл в ансамбле. И я помню вот эти концерты на старых гидплощадках коммунистических. Вот этот сладкий голос, бас-гитары, и мы бежали туда, потому что в каждом красном уголке был ансамбль. Кстати, спустя много лет, когда я уже пришел к Богу, я сделал карьеру от водителя Натаврии, где возил главного инженера, до инспектора по культуре города Мариуполя. За полгода я сделал такую карьеру. И привел, рассказал об Иисусе, тогда мэру, мэр тогда нашего района, Людмила Константиновна Морозова. Эта женщина живет сейчас здесь, в Калифорнии. И благодаря ей, то есть вот она мне дала первые деньги на мой первый альбом. И вот она тогда восстанавливала старые гидплощадки, разбитые эти гидплощадки, и мы показывали фильмы Иисус, она делала ярмарку, и мы делали евангелизацию там. И вот она выходила и говорила, вот тут слушайте эти классных ребят. И мы по сей день с ней общаемся. Людмила Константиновна помогла мне сделать первый шаг, она меня благословила и помогла, такой задел сделала. И я благодаря ей стартанул и записал свой альбом. Купил тогда клавиши, первые клавиши. Какие были первые клавиши? Корхай третий. Только шикарные клавиши. Слушай, это было что-то, да, одно из самых лучших. То есть там у самого Грайка была такая, профессиональный секвенсер. И вот Саша Анисов, который сейчас живет здесь, в Сакраменто. Саша, если ты слышишь меня, дай бог тебе здоровья и счастья. Да, он звукорежиссер в церкви Дома Хлеба. И вот благодаря этому человеку я состоялся в том плане, что он записал мои первые альбомы, он делал первые аранжировки. И я очень благодарен Александру. Слушай, ну твое творчество, это было одно из первых. В те времена-то у нас возможностей так много не было выбора. Но одни из первых, я помню то время, когда есть люди, которые пришли к Господу, они слушали только твои песни. Они говорят, Духина мы будем слушать. А других исполнителей, ну как-то ты о жизни, о творчестве. Вот я не знаю, у тебя, ты выбрал такую сферу творчества, ну в народе говорят шансон, то есть песни о жизни. Почему именно их выбрал? Тебе это нравилось? Или папа тебе, или слушал такое? Нет, на самом деле, хотя я вырос на старых таборных песнях, на минуточку, это еврейские корни у меня по маме, вот. Но я вырос на старых таборных песнях, потому что мой папа, будучи мальчиком, вот к ним в Тамбовскую область, возле села Черняевка, Тамбордовского района, приезжали таборные цыгане, Ромы, и папа там научился играть на гитаре. И я вот, поэтому я слушал вот в исполнении папы таборные цыганские песни, которые я до сих пор обожаю, очень многие пишут в этом стиле. Вот, на самом деле Мариуполь наш, знаешь, он находится в такой, я бы сказал, розой ветров, если понять, а это вот роза творчества, потому что у нас жили и украинцы, и греки, греческая культура очень сильно повлияла, и те же цыгане, и евреи, это русскоязычная такая культура. Поэтому в ресторане нам приходилось петь все. И высшей школой в ресторане тогда был джаз, джаз-рок. А мне почему-то нравилась вот просто народная музыка. И я на самом деле первые свои песни сыграл Андрея Макаревича. Вот, мы бегали там, ездили за группами, круиз, динамик. И поэтому у меня есть некоторые песни, но они не в стиле шансон. То есть это такая рок-попса такая, потому что я впитал это, например, с песен Макаревича, Кузьмина. Мне нравилась такая музыка. И поэтому я ничего не изобретал, просто когда я ушел из ресторана, что значит ушел? Кстати, вот ресторан, это был единственный заработок для музыканта тогда? Нет, в то время платили очень мало, но уже в конце открывали рестораны практически чуть ли не частные. Не нужно было там подвязываться к донецкому движению всему. Интеллигенции? Нет, дело не в интеллигенции. То есть были ансамбли тогда, они регистрированные были, докама такое. И потом можно было напрямую устраиваться прямо в ресторан. И я был самый молодой руководитель ансамбля в городе Мариуполе. Кстати, лет 16 сколько тебе было? Нет, когда я заканчивал, практически перед покоением, мне было почти 22 года. А играть ты начал в 16? Нет, в 13 лет, после 7 класса я уже играл танцы. В детских лагерях, по-моему, да, ты говорил? Нет, не просто детские, а лагеря труда и отдыха в селе там в одном. И я потом завис в этом селе и получил первый экспириенс, как обращаться с барашками, дейтеров. Ну, представь себе, у меня в 13-14 лет забойщиком мелкого рогатого скота, который мне потом, этот экспириенс, потом очень сильно пригодился. И когда я покаялся, у меня был период, когда я был фермером. Вот. И все начиналось там, в этом селе. То есть танцы в клубе, ну, уже мы играли проводы, были популярны тогда, свадьбы. А в 16 лет я участвовал, я учился в железнодорожном училище, участвовал в 10 кружках художественной самодеятельности. В 10 кружках? Да. И из Ясиновата ездил в Мариуполь чуть ли не каждую ночь, чтобы участвовать в театре песни «Радость» такая была, декан у нас «Металлургов» в Мариуполе. И у нас был классный коллектив, мы играли танцы. То есть ребята из моего коллектива, это известные шансоннея, Игорь такой слуцкий, который писал для Вики Цыгановой, и Никита Добрый. То есть это известные ребята, они написали очень много песен, у нас был потрясающий творческий коллектив. То есть ты работал с хорошей музыкой? Да, и в 16 лет мы играли на подмене в одном из мариупольских ресторанов тогда, ну, таких серий. Жень, признайся, ну вот такая творческая твоя деятельность в ресторане привела к тому, что ты начал выпивать. То есть получается, что как человек, который не знал Бога, естественно, ты не чуждался тем, что происходило тогда же. Это разрушало твою жизнь? Ну, в 13 лет меня первый раз принесли домой пьяным, и уже в неполные 22 года я был спившимся алкоголиком. 22 года был? Да. И, ну, все, что меня окружало, не, у нас были, конечно... Значит, армия, в армии ты музыкантом был? В армии я служил, то есть я закончил учебный центр в Казахстане, потом служил в центре Москвы. У нас объекты были, ну, чтоб ты понимал... Секретные. Ну, секретные, это Кремль, дом Горбачева, вот, мы ставили там эту спецсвязь. И я играл в оркестре, и у меня был свой коллектив. Мы играли там на этих теплоходах разных генеральских, то есть обслуживали офицеров, элит. Да, элит, у нас приглашали, мы играли. То есть после армии ты вернулся, опять вернулся в рестораны, и ты в 22 полностью спился. Что произошло дальше? Твое покаяние? Один из моих друзей, Сергей Куц, так зовут моего друга, он покаялся первый в городе Сочи, и он приехал и рассказал Евангелие мне и еще нескольким музыкантам. Саша Анисов как раз был, еще несколько мариупольских музыкантов, у него был потрясающий дар евангелиста, и он меня приобрел абсолютно без слов. Я вот так посмотрел ему в глаза, и я сразу понял, что это абсолютно другой человек. Я понимал тогда, что я уже зависимый раб, мне нужно было освобождение. Я буквально чуть ли не его, ну, извините, вот так схватил, вот так сказал, Серега, расскажи мне об этом Боге. Сергей завел меня не в церковь, но... Ты видел его изменения? Это тебе коснулось? Ну, конечно. Передо мной стоял другой человек с ясными глазами. Я думаю, в тот момент через его глаза, знаешь, как вот через окошки на меня смотрел Иисус. Господь. Аминь. И в тот день, вот, это было 31 мая 91-го года, я впервые склонил свои колени и отдал свою жизнь Господу. Слава Господу. Предложи нам следующий псалом. Ну, наверное, может быть, и вот эту песню «Прости» или «Исправедливо» каббасского музыканта. Давай. Я пришел к тебе с повинной, обрати свой лик ко мне, Ковылял дорогой длинной, пробирался в темноте, Сквозь болота и метели, и кабак, и шелест денег, Чтоб сказать тебе, пожалуйста, прости. Чтоб сказать тебе, что больше не могу себе таить, И страдалось в ранах сердце, а так хочется любить. Я искал всегда твой голос, как ребенок ищет маму, Чтоб сказать тебе, пожалуйста, прости. Я искал всегда твой голос, как ребенок ищет маму, Чтоб сказать тебе, пожалуйста, прости. Господи, спаси и сохрани, Краткое мое прими, прости. Что еще могу сказать я, Ты прими меня в объятья, Боже праведный, пожалуйста, прости. Я закрыл глаза и вижу, Кровь из ран твоих струится, А вокруг толпа безумных, Ради них ты умираешь. Нет, не ты, а я распутный, На кресте распят быть должен, Но ты спас меня, пожалуйста, прости. Нет, не ты, а я распутный, Нет, не ты, а я распутный, На кресте распят быть должен, Но ты спас меня, пожалуйста, прости. Господи, спаси и сохрани, Краткое мое прими, прости. Что еще могу сказать я, Ты прими меня в объятья, Боже праведный, Пожалуйста, прости. Что еще могу сказать я, Ты прими меня в объятья, Боже праведный, Пожалуйста, прости. Боже праведный, Пожалуйста, прости. Спасибо огромное, друзья, для вас вживую, Евгений Гудухин. Жень, спасибо огромное. Твое покаяние и как раз совпало с временем пробуждения Советского Союза, и ты становишься очень активным миссионером. У тебя еще есть такое служение, ты, получается, музыкант-евангелист, как правильно? Музыкант-евангелист, правильно? Да, музыкант-евангелист. Расскажи, пожалуйста, первые твои миссионерские поездки, это детский дом, это тюрьма, что это было? Сразу же после моего покаяния, я тогда не знал, в какую церковь меня поведут, мне было абсолютно все равно, православная, католическая, я абсолютно ничего не знал о протестантизме, был так же, как и все в детстве крещен православной церкви. Я оказался в церкви христиан-вероевангельской, у нас в Мариуполе пастором, который был Владимир Иванович Франчук, профессор, доктор богословия. Я очень благодарен Богу за этого человека, за этот старт. Владимир Иванович, ну, это удивительно. Мудрейший человек. Мудрейший человек, это один из лучших проповедников, которых я знаю, вот, и он на тот момент, и сейчас, это очень активный миссионер, служитель. Учитель истории, по-моему, да? И он учитель истории. У нас сейчас нет таких близких взаимоотношений, таких связей, вот. Но я очень благодарен ему за вот христианский старт в моей жизни. Вот первые уроки богословия, мудрости. И Владимир Иванович, если вы меня слышите, большое-большое спасибо вам. Я очень вам благодарен. И Владимир Иванович очень много путешествовал, занимался миссионерской работой. И первое мое миссионерское путешествие, это было путешествие в Актау, туберкулезную зону. Это бывший город Шевченко, на берегу Каспийского моря, на юге Казахстана. Это была туберкулезная зона. И эта поездка на меня тогда произвела просто невероятное впечатление. Почему? Я видел, я до этого был в тюрьмах, но это было связано больше с нашей такой мариупольской жизнью. К сожалению, мой папа прошел этот путь. И это всегда такой осадок неприятный. Колючая проволока, собаки, это не для человека. И я помню, когда мы зашли на территорию колонии, там уже была церковь, и только в районе КПП я насчитал 10 разных конфигураций заборов, там колючие проволоки, лай собак. И я увидел, как люди поднимали руки к небу и говорили, Господи, спасибо, что ты освободил меня. Слава Господу. Это такое впечатление на меня произвело. То есть как заборы, собаки, зона, при том зона очень сложная. То есть многие люди оттуда уходили по условно-досрочному освобождению, по актировке так называемой, потому что они умирали от туберкулеза. Домой отпускали умирать. Да, извините за подробности, на асфальте буквально кругом были вот красные пятна. Кровь. Кровь. И мы помогали многим людям актироваться тоже. Я хоронил потом некоторых из этих людей, вот просто своими руками, потому что у них не было ни близких, ни родных. И это на меня произвело невероятное впечатление. Что произошло? Ты спешил проповедовать, ты спешил сказать людям, потому что знал, что жизнь человеческая в любой момент. Знаешь, в момент моего покаяния через Сергея Куца Бог просто сказал мне пророческое слово. Какое? Дитя мое, я принимаю твое покаяние и даю тебе дар благовествования, и ты будешь сеять зерна в души человеческие, и они будут прорастать и давать чудесный злак. От Господа слова. Это был невероятный старт. И я уже проповедовал через 20 минут таксисту, который вез меня по ночному Мариуполю. Я говорил ему, эй, мужик, ты знаешь, какая тварь рядом с тобой сидит? Я теперь христианин. Он смотрел на меня такими глазами. Второй человек, это была моя мама. Я говорю, мамочка, больше за меня плакать не будешь. Я теперь стал христианином. Я больше не пиваю, я выбросил сигареты. Мама меня обняла, так всплакнула, говорит, сыночек, мы тебя вылечим, не переживай. Вот, мама, кстати, приняла Христа самой первой. И потом практически вся моя семья, все мои родные и близкие приняли Христа как личного спасителя. Мой зять даже стал пастором потом в Полтаве. И вот это был такой старт. И однажды я увидел служение известного трубача, евангелиста Фила Дрискала. Фил Дрискал, когда я увидел, как на большой стадион вышел просто в спортивном костюме, говорит, слушайте, я не успел переодеться. Я такой, ух ты, там тысячи людей. Он вот в этом розовом спортивном костюме взял свою трубу и начал говорить о Христе и начал играть. И тысячи людей вышли на покаяние. Там сотни были людей. Тысячи-тысячи, а сотни вышли. Слушай, там был стадион на несколько тысяч. И когда он сделал призыв, там просто, я не знаю, сколько, пускай давать сотни. Знаешь, иногда говорят, евангелисты немножко как рыбаки такие прибавляют. Но это было много людей. И в 90-е годы выходили и не только сотнями, а тысячами. Да, согласен. Бог благословил меня принимать участие в служениях таких евангелистов, как Билли Грэм в свое время еще он заканчивал. Потом Франклин Грэм. И это миссия возрождения. И потом очень много мы проездили с Виктором Гамом. То есть 25 лет отдал этому служение. И вот когда я видел служение Фила Дриско, я сказал, Господи, я хочу такое же служение. И Бог меня этим благословил. И поэтому у меня вот по сей день такой, как пульс в голове. Проповедуй, как умирающий умирающим. То есть неси слово. То есть говори обо мне. Спеши это сделать. Спеши это сделать. И по сей день мое сердце бьется для того, чтобы делать эту работу. Слава Господу. Следующая поездка была в детский дом? Да, и потом это был детский дом. Как тебе впечатление после посещения? И когда я увидел где-то 20 пар одинаковой обуви, я понял, что вот это место намного страшнее, вот этой туберкулезной зоны, где я был. Когда мы покормили этих детей, я протянул вот так свою руку. И за мою руку схватились вот так вот еще пять детских ручат. И в каждый глаз как будто читалось. Ты мой папа, ты меня заберешь сегодня отсюда. И поэтому мои некоторые песни, они звучат так. Молитва из детского дома. Да, то есть люди думают, что я был в детском доме. Я не был никогда в детском доме сам. У меня хорошая семья была. Но ты приходил туда на посещение. Я приходил на посещение, да. И приносил эту радость хотя бы на немножко этим деткам, которые никогда никто не приходил, не посещал. Да, то есть я никогда не сидел в тюрьме, но все думают, что я сидел в тюрьме. Тут для всех я стал всем, чтобы приобрести людей для Христа. Две мамы на 120 человек Сегодня в детском доме воскресенье Прильну к окну, смотрю я на рассвет Который год подряд, без исключения Все помню, будто было все вчера Как захлебнулся батя в собственном корыте С друзьями накупив тогда У бабки самогона на корбите Я помню, как страдала долго мать Хотя до этого не праздно было в доме Сломалась от тоски, давай гулять И что ни день, то пьяное застолье Ах, если б слышали меня отец и мать И все другие, кто так сильно оступился Увидели они хотя бы на миг Своих детей, молящихся за них Своих детей, молящихся за них За что ты делаешь с нами? Спасибо тебе огромное Слава Богу Я слышал от тебя, ты свидетельствовал Что твой график был от 50 до 100 городов в год Два года было расписание, наперед расписано Расскажи об этом времени Как вообще можно успевать Или это такая любовь к Господу Когда ты так спешишь, когда ты так хочешь Зайти в каждый детский дом Зайти в те места, где мало кто заходит Что это было за время? Расскажи, пожалуйста 25 лет я примерно отдал служению России То есть в основном это была Россия От Калининграда до полуострова, до острова Сахалин Это была вся Россия Это были миссионеры, которые делали крусейды В основном это были украинцы там То есть это были служители белорусы Миссионеры, которые организовывали эти служения И я приезжал, я был таким вот инструментом При помощи которого можно было зайти в любую тюрьму Сделать концерт в ДК Слушай, в тюрьме, какие ты песни выбирал Многие подходят же, чтобы они Как они тебя слушали, как они реагировали Поделись, если можно, инсайт информации Ну, для того, чтобы об этом рассказать Это надо, знаешь, целое учение такое провести Ну, пару минут можно, пожалуйста Как это сделать, как работать с заключенными Все очень просто Так же, как и кругом, людей нужно просто любить Нужно понимать, что Они это чувствуют Да, и помнить, что Помните, на Голгофском кресте Первый, кто пришел в рай Это был разбойник, который был распят рядом с Иисусом Для каждого человека Бог дает шанс Для каждого человека есть прощение и милость Многие преступники, даже серийные маньяки В определенные моменты озарения Они понимали и говорили Я не понимаю, кто входит в меня, когда я делаю эти преступления На самом деле, ну, любой верующий человек Он понимает, что существует духовный мир И многие люди делали свои преступления Не понимая до конца, кем они были, Вадимы И я верю, что Иисус Христос пришел освободить Тех, кто нуждается в этом освобождении Кого пленил дьявол Поэтому, когда я шел туда Я просто любил этих людей Мужчин, женщин, подростков Девочек этих, которые в колониях сидели Мальчишек Это самые жестокие колонии Подростковые особенно Что ты говорил женщинам в колонии? Вспомни некоторые, может быть, моменты Они же мамочки, они же некоторые Знаешь, кстати, ты знаешь, что есть некоторые колонии, которые называются мамочки Это колония в колонии То есть это некоторые женщины, которые заключенные Они рожали детей Вот они рожают детей И в колонии есть такая закрытая зона еще одна Там, где вот эти мамочки могут быть со своими детьми Они могут быть со своими детьми, по-моему, до трех лет И после этого детей либо отправляли в детский дом, если у мамы тяжелая статья Но всегда начальство шло навстречу, пытаясь освободить маму Но у некоторых женщин были настолько тяжелые статьи Что детей отдавали в детский дом А она продолжала еще сидеть в тюрьме Что ты им говорил вообще? Как они тебя слушали? Я помню в одной из колоний, в которой мы были Я познакомился с одним женщиной-кабалом Кабал — это женщина, которая вытравливает из себя все практически женское Исчезают вот просто женские формы Появляется походка, вырастают усики И, как правило, эти авторитетные, ну, блатные, как их называют Они имеют целое, простите за выражение, такое гарем или семью других женщин Которые вот ее обслуживают и сексуально Это страшная вещь Они там женятся, они устраивают, выходят, точнее, замуж, устраивают свадьбы Они даже были случаи, когда убивали Вот у них мужья у некоторых Так вот эти кабалы убивали даже мужей, вот из-за ревности И я помню, у меня это была встреча с одной женщиной Которую называли Степик или Степан В Центральной России эта колония была И я, когда мы проводили служение Тогда это было с Виктором Гамом С миссией возрождения Я сказал, Танечка, эта песня звучит для тебя Она вначале даже не поняла Я узнал, как ее зовут То есть это был не Степик, а это была Татьяна Вот, я говорю, Таня, эта песня звучит для тебя Танечка, Бог тебя очень сильно любит И я помню реакцию, во-первых, всех зэчек И ты видел глаза этой Татьяны То есть она просто плакала Бог прикасался к ней Я благодарю вообще за время вот этого изменения Когда из Степика, вот просто Степик, вот фигура мужчины Бог возвращал в начальную стадию То есть враг, он все извращает Посмотрите, мы живем в какое время То есть все, и происходит подмена Мужчины перестают брать ответственность Ее пытаются взять женщины Тащат на себе то, что абсолютно не нужно делать И то, что им не под силу И то, что не под силу Это не надо делать Катастрофы делают в семьях Делают проблемы в семьях То есть сегодня, на сегодняшний день В церквях на исповеди плачут мужчины А не женщины Потому что мы видим эту страшную подмену Кстати, ты, извини, я забегу наперед Как служитель, ты, по-моему, мне даже как-то в разговоре сказал Раньше мне приходили женщины Рыдали, плакали, исповедовались Просили защиты Вот сейчас мужчины приходят То есть это реально сейчас? Это реальность То есть ко мне в кабинет, как пастору В основном приходили мужчины И я слушал их исповеди, истории в жизни И реально понимал, что мир сошел с ума То есть что-то происходит с женщинами И многие присели на сегодняшний день Я называю это инфо-цыганами То есть такое количество блогеров, психологов Которые пытаются за деньги продать свои знания То есть они находят болевые точки Они есть Кстати, они прописаны в Писании И очень жаль, что многие, даже христиане Уходят с платформы, которая камень, основание слова Божия И начинают заниматься этой психологией Которая на самом деле отводит людей и от Христа Который есть путь истины и жизнь И отводят от божественного замысла Который прописан в Писании И буквально, извините за выражение Присаживают Вот присоединяют Вот к этим псевдопроповедникам Которые просто начинают вливать в души людей И женщин в том числе Такие вещи Когда Ну вот я послушал некоторые вещи И реально понимаю Но все направлено на разрушение семьи Института семьи И по этой причине мы сегодня видим Множество разводов и плачущих мужчин Это правда, Жень Друзья, вы знаете Неверующие психологи Они настраивают Что вот твой уровень гешталь То есть твое Люби себя Живи для себя Делай все для себя Все должно быть вокруг тебя И человек некоторый не выдерживает Действительно А чего я живу ради семьи Ради мужа И вот это уровень гешталь А психологи очень на него хорошо действуют Но Весь секрет в том Что любой служитель Пастор церкви Он уже душепописитель Он вам расскажет Как все-таки Пройти этот сложный этап в жизни И не надо Неверующему психологу давать финансы Я понимаю, что есть верующие Нормальные психологи Но легче всего Это служитель церкви Который пастор Который может Провести эту работу И даже без денег Самое главное Жень Какую-то следующую песню У тебя сейчас на сердце Чтобы ты нам Или которую ты чаще поешь Может бы давай Раз мы за тюрьму заговорили Давай второй куплет Песни Крестик спою Давай второй куплет Каждый одет в одинаковый серый костюм Песни Крестик спою Злоба и страх Песни Крестик спою Спасибо огромное Друзья Для вас живу Евгений Гудухин Жень Я знаю, что ты получаешь Множество хороших отзывов В том, что люди покаялись Через твое творчество Одна У нас такая молодая Сестричка Это Ольга Андрощук Наш композитор Из города Сакраменто Она написала Более 200 шикарных псалмов У нее миллионы просмотров Но она покаялась Через твое творчество Однажды приехал Если можешь Вспомни, пожалуйста Ну, конечно, можешь Вспомни, пожалуйста Некоторые свидетельства Как люди услышали Кем они стали Может быть Какие-то Хотя бы Историю две Ты мне можешь сейчас Так Экспромтом Я понимаю, что я тебе не говорил Но вспомни, пожалуйста И люди стали кем-то То есть Вот так Господь изменил Ты уже сказал О том друге Который был пьяница И вот однажды Он покаялся И видя его жизнь Ты захотел стать другим Может быть Вспомни, пожалуйста Я в своем телефоне У меня есть Две папки Одна папка Называется Дневник благодарности А вторая папка Называется Свидетельство людей И Хорошо Я вот точно Тебе И нашим дорогим Зрителям могу сказать Вот перед вами сидит Счастливый человек Как у нас скажут В Украине Счастливая людина Вот это сюда Я дуже счастливая людина Я очень счастливый человек Потому что уже здесь В этой жизни Я Куда бы ни приехал Ко мне подходят люди И благодарят Спасибо Нас очень много Христианских исполнителей Для каждого слушателя Я свой исполнитель Я благословляю моих братьев У нас потрясающие Люди, которые В тысячу раз Лучше меня поют Я до сих пор не знаю нот Я до сих пор попутаюсь И шесть или семь Сколько вообще На самом деле Вот Молодец И на самом деле То есть Я знаю Где я должен быть Я знаю Свой уровень Исполнения Я окружаю себя Всегда хорошими Творческими людьми Чтобы как-то Подтянуться Но Бог благословил меня Видеть Своими глазами Уже здесь Тысячи Я думаю Это десятки тысяч Спасенных людей За 32 года служения И самое интересное Я могу продолжать Делать этот труд Писать песни Сейчас интернет Все развито Можно быстро дойти до людей Я до последнего В Украине проводил Евангелизации В том числе Евангелие с доставкой на дом Вот во дворах Последние были служения Перед самой войной В Херсоне В Новой Каховке В Новой Воронцовке То есть Ну это была вся Украина Я даже в Россию ездил Так чуть ли не инкогнито До 16 года Потом уже нельзя было Было опасно Могли арестовать просто Вот Чтобы Ну чтобы В России даже Если протестанты Могут и арестовать И посадить Конечно Сейчас это Там гонение Да Но до 16 года Я еще ездил И мы проводили служение На севере То есть В райцентральной части До самого последнего момента Спасибо огромное Я свидетель Потому что Один был вечер Здесь в Сакраменто Я был свидетель Что тебя нельзя забрать После вечера Еще час Потому что люди Очередь стоит Фотографируются И каждый хочет рассказать Какая песня ему понравилась Что Что они переживали Сколько у них Альбомов Твоих Это так Знаешь Как бы Вдохновляет Двигаться дальше Что не зря Это невероятное счастье Да Братик мой Это невероятное счастье Знаешь Я убежден Что есть То Что мы можем Забрать С этой земли Вот Вроде бы Как голые Мы в нее приходим Да И голые Нас Выносят Нас уже Насильно одевают То есть Мы ничего Не можем Казалось бы Забрать Но я верю Что человек Который Несет Во-первых Находится В своем призвании Я верю В божественное призвание Предназначение Каждого человека Могут не все Петь Но кто-то может Подметая улицы Поверь мне Я тебе говорю Как человек Который умею Хорошо доить коров Подметать улицы И не только Водить поезда Я знаю Что своим трудом Можно служить Другим людям И это большое счастье Я верю Что когда мы будем Входить Вот В божье присутствие Иисус скажет Входи ко мне Иди ко мне Добрый и верный раб Ты сделал Ту работу Я верю Что наградой Для многих людей Будет Когда мы увидим Во мгновение ока Всех людей Которым мы принесли Божье слово Прежде всего Послужили Принести добрые дела Сделали какое-то добро Благословили В моем случае Ну я евангелист То есть для меня Большая привилегия Прокладывать этот мост Между грешной землей И святым небом Рассказывая о жертве Иисуса Христа Говорить о нем Как машехе То есть Божественном спасении И я верю Что для меня Будет большой наградой Когда Господь В одно и не око Покажет мне людей С другими лицами С другими глазами Которые родились Свыше для него И как изменилась их жизнь Это Никакую книгу Невозможно написать Но я веду Специально Вот это Свидетельство людей Которые Они пишут мне Я собираю их Ты можешь написать книгу Вот Я сейчас У меня рукописи лежат Даже внутри книги Я думаю Пусть Бог благословит Если Господь позволит Это свидетельство Это вступление к песням Вступление к песням Я называю это музыкальным откровением Хорошо Вот Ждем С нетерпением Это свидетельство о том Как Бог ну вел нас Поднимал наши церкви Как поднимал нас Как служителей С чего мы начинали Я начинал Ну все-таки в Мариуполе Кстати Вот давай Следующий вопрос Ты уже как знаешь Подводишь меня к Мариуполю Пастор Геннадий Махненко Он сыграл большую роль В твоей жизни Открытие студии Призыв Расскажи о нем Немножко о Мариуполе И студии Призыв Так получилось Во-первых Я могу сказать сразу Я горд тем Что я живу В одно время С этим человеком Выдающимся человеком Живая легенда Это действительно Это человек Полного посвящения Вот И Это удивительный человек Всегда Когда я только слушаю Геннадия Это очень сильно вдохновляет Меня Мы с ним Из одного двора Мы учились Хорошо Мы в одной школе Нас вместе забрали в армию Мы даже встретились Помню Оба приехали из Москвы Я служил в Москве И он служил в Москве Потом мы встретились уже в церкви Потом мы начали церковь Вначале одну Буквально через год Мы начали церковь Тогда она называлась Не церковь добрых перемен А называлась церковь сердца Давида И мы вместе начинали Мы вместе проходили путь становления Как христиане Как служителя Вот И Это был потрясающий опыт Замечательное время служения Которое Положило основание Моему служению И Перемены Добрые перемены Которые мы видели И видим по сей день Вы же там организовывали такие движения На уровне всего города У вас такая была там музыкальная Извините слово не знаю Тусовка Или как сказать Активные люди собирались Писали все стихи Студия призыв начинает записывать Альбом за альбомом выходит Там же жизнь бурлива Знаешь Вместе с этим Я сразу хочу сделать вызов Знаешь Сегодняшним музыкантам Ребята Слушайте Неужели вы созданы для того Чтобы перепевать чужие ковера Слушайте Что это такое Почему это происходит У нас в церкви Каждый пятый Сочинял песни Каждый пятый Открывался дар И люди писали песни И притом На классном Профессиональном уровне Мы делали служение В Мариуполе До последнего И в Донецке Кругом То есть Было такое количество Талантливых Почему я говорю Было Потому что Последнее время Я не могу ничего понять Я вот женился Поэтому я перестал Петь Играть Развиваться А финансы У меня Ген За призвание Всегда нужно было сражаться Слушай Не всегда мы продавали диски И если бы я думал о том Сколько я продам Я не знаю Или реализую Тысяч своих дисков Или кассет То ты бы не начинал Я бы никогда не начинал Но это же не правда А так для Господа За призвание Иногда надо сражаться Потому что За это не могут приходить деньги Но я сто процентов знаю Если ты делаешь работу Которую тебе дал Бог И это изменяет жизни людей Бог всегда побеспокоится Но сегодня Когда мне говорят Мы хотим записать У меня всегда были студии звукозаписи Мы хотим записать новую песню Я говорю А что это за новая песня У нас вот кавера На Хилсон Я говорю А чем они отличаются От других каверов Ну у нас лучше перевод Да конечно Славяне Братья и сестры Творческие люди Вы же будете за это отвечать Послушайте авторы Я вас не пугаю Но Бог спросит За то что в вас вложено И да благословит вас Господь Уже скажу по-отцовски Знаете седые волосы Я поддерживаю ваши руки Благословляю вас Сделайте один шаг И Бог с вами будет целая поприще Знаете Вот просто Один Нотку одну нажмите Он вам даст целую гармонию Поэтому пусть Бог благословит вас Творите И пишите Во славу Господню Славяне Пишите наши Тексты прославления Слава Богу Вот у нас здесь Ну в Америке Вот кого я знаю Вообще последний Ну вот группа Imprint Наверное Которая делает Вася Чаховский То есть он делает Эту музыку Это правда Я просто радуюсь за него Все остальные Перепивают просто каверат Я тебе хочу сказать честно Ген Мне иногда просто Неинтересно ходить На прославления Потому что это Вне моей культуры Вне славянской культуры Ну просто Неинтересно то Чем они занимаются Одно и то же Никакого музыкального развития Слушай Поем Все время На субтоне Братья Сколько можно петь На субтоне Ходить в лосиновых штанишках Наживать пальчиком В айфон У меня даже песня такая есть А вот этот Мальчики в лосиновых штанишках Держат неуверенно Микрофон Не читают больше Они книжки Пычут пальчиком В айфон Братья Вспомните Что вы братья Хватит разговаривать С субтоном Ваши жены Хотят, чтобы вы разговаривали Нормальным мужским голосом Помните об этом Особенно в церкви Друзья Сегодня Вызов Творческой интеллигенции Нашего христианства От Евгения Гудухина О том, что Пожалуйста, творите Господь Господь Он вложил так много В вас талантов И даже в Америке Возможности Чтобы это все реализовать Для славы Господа Женя Мы тебя услышали Мы тебя услышали Поэтому я искренне верю Что я после этой программы Буду Кстати, Оля Андрощук Еще тоже творит Псалмы Которые идут Прославления И так дальше Но я думаю, что Если постараться Мы найдем этих людей Много их Давай Хотелось бы, чтобы много было Но есть они люди Спасибо тебе огромное 10 лет Твоей жизни Ты посвятил Служение Мессианской общине В городе Киеве Насколько сложно Это служение Или не очень Геннадий Сразу говорю Это тема На отдельных 10 эфиров Потому что Скажем так Я тебе вот Коротко просто скажу После того Когда мы соединили Две церкви И я перестал быть Старшим пастором Я верю Что эта мысль Пришла от Господа Делай то Что ты делал и раньше То есть Будь музыкантом Евангелистом Только теперь С пониманием Меня Как Бога Израиля Еще То есть Мои В моем служении Как и мангелиста Моя воронка Принятия Как сейчас Принято называть В менеджменте Расширилась Для того Чтобы служить Евреям По-еврейски Вот это Самое важное Это откровение Тебе скажу Я вернулся К своим корням Извините Это мое право Праздновать шабаты Или нет Я никого Не призываю Делать это Но ты лично Выбрал это Я это выбрал Это из моей семьи Мы живем Так как Извините Мы видим И считаем Правильно В этом направлении Да И никого Жизнь Никого не утяжеляем Заповедями Которые вам Исполнять не надо Это они не для вас Но Самое важное То есть Когда я приехал В Израиль Я мог проповедовать Евреям По-еврейски Или в Украине Или здесь В Америке Кстати Очень много людей Которые подходили Ко мне и говорили Сынок Спасибо Что ты напомнил нам Что мы евреи Может что-нибудь Такое еврейское Конечно Вот я к этому подвожу Кстати Ты ходишь в протестантскую церковь В Вашингтоне Но внутри Ты Божий служитель Пожалуйста Еще раз Молитва за Украину Молитва за Израиль Мы всегда молимся Мы всегда вспоминаем И сегодня Особенно такое время Для этого Поэтому это будет Справедливо Что мы эту песню Посвятим Божьему народу Да, друзья И поддерживаю руки Тех, кто поддерживает Сегодня Израиль Господь сказал Аврааму Благословляющих тебя Благословлю И проклинающих Прокляну Пускай Бог благословит Пошлет мир Иерусалайму И конечно же Нашей нынькой Маме Украине Хейкеней Абадим Ильят Ильят Адонихем Хейкеней Шивха Ильят Ильят Гвирта Хейней Нуэль Адонай Элогейну Адонай Элогейну Ашей Эканейну К небесам Святым Поднимаю Глаза Где мой Господин Всемогущий Адонай Снизай Господь Милостью Своей И от зла Укрой На груди Своей Снизай Господь Милостью Своей И от зла Укрой На груди Своей Слава Господу Слава Богу Евгений Гудухин Вживую У тебя есть целый альбом Да Ты посетил Народу Божьим Еврейское счастье Так и называется Еврейское счастье Твой переезд в США Насколько это было сложно Легко Я понимаю Что это необходимость была Как тебе здесь В Америке Ну я в США езжу Больше 20 лет Почему Сиэтл Социально Я наверное себя чувствую Всегда чувствовал Более безопасно В Америке Вот И Почему Сиэтл Перед войной Да В 21 году Я приехал сюда Это была Как бы последняя поездка Потому что Американцы должны были Ввести вакцинацию Для тех Кто заезжает в Америку Я приехал Провел Эвенту Своего друга В Инмане У них там был год Как они открыли кафе Кстати в убитом городе Мертвый город был Инман И вот приехали наши русские ребята Туда И украинцы Славяне Славяне Да И убитый Заколоченный город Просто мертвый город Природ Дали ему жизнь Это реальность Шикарно И один из них Это был мой друг Дмитрий Девенец Который построил там кафе Потом начал делать ремадлы И к ним кафе На минуточку ходили Попить кофе И мэр города И шериф Да То есть реально Да Вот все изменялось И таким образом Я оказался в Америке Потом Ну уже не страшно Об этом говорить Я Мне нужно было помочь Обеспечить свою семью Вот Об этом уже страшно говорить В эфире Вот Будучи в гостях Тебе приходилось работать Все Больше не говорим Да И У меня были билеты На 1 марта 22 года Домой И началась война Я остался здесь Он ему напрямую Последнее время Он был помощником пастора В рехабе И Ему напрямую задает вопрос Замболит Никита Ты сможешь убивать людей Он говорит Нет Тогда иди их И спасай И второй раз Ему отдают военный билет Он уходит Подробностей говорить не буду Бог так распорядился Расположил одного человека И Никита Ну опять оставим это за кадром Оказался здесь В этот период Ты как папа все сделал Он женился Да То есть у меня прекрасная невестка Машенька Которая ходила больше 5 лет В нашу церковь Вместе с моей дочерью Они прошли водное крещение Она христианка Они сейчас живут в Пенсильвании У моих друзей Виталий Берзин и Машенька Если вы меня слышите Дай вам Бог здоровья Они помогли Спасибо огромное Они живут Развиваются И благодарят Господу И благодарят Господу Какое сейчас творчество Евгения Гудухина в Америке Я знаю что ты очень открыт Тебя приглашают в церкви участвовать Тебя приглашают на всякие Евангелизации Творческие вечера Ты прекрасный ведущий И исполнитель на свадьбах Ты приезжаешь Вот сегодня Я тебя пригласил И ты с удовольствием приехал Ты очень открыт Ты успеваешь что-то писать Какие-то псалмы Записывать Кто тебе помогает То есть ты продолжаешь быть открытым И продолжаешь записывать Правильно я понял? Сейчас у нас Знаешь что есть онлайн И мы можем делать Что-то дистанционно Я продолжаю сотрудничество С потрясающими звукорежиссерами Аранжировщиками Что это? У вас здесь в Сакраменто Есть потрясающий звукорежиссер Влад Горбан Владик спасибо Что мы с тобой продолжаем Вот работу Сейчас сюда приехал Гинкул Наташа И Леша Мы пишем песни Делаем песни Сегодня с Толиком Бугаем Это группа Открытое небо В Стольятти Мы с ним проложили мосты Благодаря тому Что все-таки в Америке Можно заработать деньги И можно вкладывать деньги И я сейчас клип Еще доснимаю То есть те люди Которые тебя приглашают И благословляют финансами То ли это служение То ли евангелизация То ли свадьба Ты эти финансы Так же инвестируешь Да, я могу вкладывать в творчество То есть я инвестирую в творчество Постоянно пишется новая музыка Да, я сейчас провожу эвенты Или как правильно Эвенты Да, все правильно ты говоришь И они такие разные Кстати, недавно я провел эвент Вот армяно-американский И у меня была возможность Таки послужить Армянским врачам В Белловью И я вижу Вау, такой хороший доступ К серьезным людям Которым я могу рассказать об Иисусе И мне это удается Жень, спасибо огромное Искренне благодарю тебя Так много искренних свидетельств Ты передал О славе Божьей в твоей жизни Буквально несколько вопросов И я попрошу еще одну песню Которую, чтобы ты спел Какой самый лучший совет В своей жизни ты получил от кого-то Или пожелание Какой был? Не сдавайся Борись Пиши Все-таки что ты 20 альбомов записал Это же можно было остановиться на первом Я думаю, смотри Я творческий человек У меня много каких-то цитат Которые на меня влияют Оказывают влияние Ну вспомни любую первую Сейчас я, во-первых, слушаю И общаюсь с моим преподавателем В Донецком Христианском университете Евгением Сараповым Он служитель Он с Москвой Он с Москвы, да И здесь он проводит свои программы День добрый, которые называются И он не просто психолог Он профессионал И, во-первых, это служитель И у него есть потрясающая рубрика Не сдавайся за пять минут до чуда Аминь Может быть, сегодня это будет Вот в конце этой нашей программы Знаешь, вот последняя Знаешь, запоминается то, что в начале И в конце Первая и последняя песня Ну у тебя все запомнится И вот последнее Последнее, что бы, может быть, я хотел пожелать Нашим друзьям Слушайте, не опускайте руки В любой сфере вашей жизни В отношениях с Богом В семье В творчестве В вашей работе В бизнесе В любой сфере Дайте возможность Богу Я верю, что Богу нравится Когда мы нуждаемся в нем Чтобы потом прославить его имя То есть, когда уже опустились руки Ты понимаешь, да Или болезнь у тебя какая-то серьезная Там финансовые проблемы ты терпишь Там что-то в отношениях тебя штормит Друзья, взывайте к Богу И не забывайте потом Как и я вести дневник благодарности То есть, поверь, да Вот буквально два дня назад Еще такого не было в Америке Начинает гореть красный Я под шлагбаум Сзади машина И шлагбаум просто ложится уже на мою машину Вот За один день до двух сильнейших аварий Ну, просто Господь просто сохранил, спас И каждый день я вписываю какие-то вещи Которые я вижу руку Божью в своей жизни Ну, это такие примеры привел У тебя сердце благодарное Какие таланты у твоих деток? Моя дочь Дашенька Она занимается Она делает женщин красивыми Она делает макияж, да Майкап, да Это здесь называется Для свадеб, для всего, да? Она абробистская Она делает для свадеб Она работает уже с некоторыми брендами Ее берут с собой на разные фестивали Вот Она говорит Она просто делает женщин красивыми Спасибо Она такая мишка Вот Сын сейчас вот работает на обычной стройке Где когда-то работал папа Вот Я так чуть-чуть так думаю А, давай, пройди этот путь, дорогой Он не музыкант, нет? Они все мне немножко музыканты Но они почему-то не избрали этот путь Ну, пускай повкалывают на стройке Знаешь Пока Да, пока Знаешь Знаешь, у евреев Знаешь, когда он лопатой работает Он такие думает, как изобрести джандир какой-то экскаватор Вот Поэтому пока вот Работа Спасибо тебе огромное Жень, я искренне благодарю тебя за это шикарное интервью Я хочу попросить у нас Буквально осталось две минуты Чтобы ты какой-то псалом испел Какой ты хочешь? Ну, давай из последних Которые я писал 20 лет Давай Вот, посвящение детям Знаете, вот своему сыну Хорошо Как бы разговор с журавлем Вот Но на самом деле Когда-то над тайгой я увидел поднимающийся уточек И охотник с обречением Знаете, с такой обреченностью сказал Они поздно встали на крыло Это значит, что они живы Пока не замерзло озеро, в котором они живут Потому что их стая уже улетела Я тогда подумал О большой ответственности нас, родителей За наших детей Насколько важно их вовремя всему научить И самое главное Поставить их на основание Которое есть Слово Божье И показать им пример Иисуса Христа Расскажи, журавушка Где бывал, что видел Сына я учил летать Отвечал он мне Ведь у нас, у журавлей Важно встать на крылья Чтобы в стае улететь Да успеть к зиме Кто не станет на крыло Обречен погибнуть Ведь для многих птиц зима Означает смерть Да еще через моря Сдюжит надо крылья Вот как важно вовремя Нам детей учить Становись на крыло И лети высоко Береги свои силы, сынок Через горы и моря Нужно долго лететь Помни, мальчик мой Путь далек Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok